Поблюже, постойте. Работает. Еще один? Не, не, спасибо, хватит. Спасибо, достаточно. Тут уже вам сколько вопросов. Да, у меня, на самом деле, по закону уже не так уж много. Так. Статья 53 нового закона прямо предусмотрела возникновение ипотеки на здания, расположенные в земельном участке, заложенном по договору об ипотеке. То есть раньше возникал такой вопрос, что делать, если у вас земельный участок первый по договору об ипотеке, значит, там, например, на нем два здания, они тоже указаны в договоре об ипотеке, а потом построены еще три здания на этом земельном участке. Так вот, в данном случае возникает ипотека в силу закона, и чтобы зарегистрировать ипотеку на вновь построенные здания, нужно подать просто заявление о регистрации ипотеки в силу закона, как вы знаете, без пошлины. Хорошо. Любопытно, что в статье 61, предусматривающей порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, появилась возможность принятия судом решения об исправлении реестровой ошибки в описании местоположения гранит в земельных участках по требованию любого лица или любого органа, в том числе органа регистрации прав. Достаточно много случаев, когда Росреестр был бы заинтересован, точнее не был бы, а он заинтересован в исправлении ошибок, которые неизбежно возникают при государственной регистрации. И неоднократно Управление Росреестра по Санкт-Петербургу обращалось в суд с заявлением о, например, звучало так, внести запись о прекращении права в случаях, когда регистрация произведена, установлена, что на основании поддельных документов. То есть, например, на основании справки ЖСК, подписанной бухгалтером и председателем правления, которых никогда в этом ЖСК не было. У нас есть ответ от ЖСК, что у нас никогда таких людей не работало. Но суды, они отказывают Росреестру, признавая отсутствие субъективной заинтересованности. Бывают случаи, когда технически допускается ошибка, например, в свидетельствах о праве собственности на наследство. Нотариус пишет признать наследником, например, квартиры такой-то в размере 1-2 доли от... И дальше пишет 1-2 доли там-то, 1-3 доли там-то. То есть надо регистратору вычислить на самом деле 1-2 от 1-2, а 1-2 от 1-3. Не все регистраторы, ну вот, я не знаю, глаз замыливается или еще что-то. Бывает такое, что происходит государственная регистрация вот на 1-2, а потом появляется второе свидетельство. А людям уже ничего не остается, как идти в суд и спорить о праве. Ну вот потому что вот так. А Росреестр теоретически вот мы готовы выходить в суд с тем, что нам разрешили вернуть, исправить. Но нет, что печально, чрезвычайно. То есть в свидетельстве о праве собственности написано, что наследство состоит из 1-2 доли на объекты. И дальше 1-2 в квартире такой-то. То есть у него, в принципе, у наследодателя 1-2 доли, а наследник, он имеет право на половину от этой, той, той, второй. Да, и регистратору надо вычислить. Ему надо не 1-2 перерегистрировать, как вы понимаете, а 1-4 от этой доли. Так все правильно, а регистратор этого не видит. Видит, 1-2 принадлежит, смотрит. Наследство состоит из 1-2. Регистрирует 1-2 на наследство, а надо-то нет. В школе не учился. Ну, это даже не то, что он просто не видит вот этого вот самого там мелким шрифтом в середине текста. Вот самим Росреестром нет. По заявлению правообладателя, конечно, мы исправляем. А куда деваться? Ну, то есть добросовестные люди, они как бы понимают, что им не принадлежит. Они не хотят идти в суд, судиться, платить там расходы потом в другой стороне, еще там что-то как-то бороться. Они сами приходят и подают заявление на исправление. Ну, добросовестно, как вы понимаете. Есть, конечно, недобросовестные, но здесь уже вопрос такой. Что значит подреестровой ошибкой, что понимаете? Да. Несовпадение координат. По идее, при выявлении, если это ошибка, которую государственный регистратор может исправить сам, а в законе прямо указано, какие ошибки государственный регистратор вправе исправить самостоятельно, то он исправит. А если это не относится к ней, то нет. Я просто сейчас понятия не могу вам привести. Можно найти в законе. Я могу посмотреть. Слушайте, коллеги, мне вообще-то все равно. Можете еще два часа рассказать с лишними вопросами. Но я думаю, что будете жалеть о том, что вы услышали комментарии к некоторым другим статьям. Не понимаете? Как кажется, мне все равно? Да нет, надо это самое. Надо прекращать. Пожалуйста. Прекращать что? Чтобы вот так, чтобы не сухая. Так и я об этом говорю. Так дайте возможность даре Николаевне сказать то, что она хотела сказать, а потом уж мучайте вопросами на оставшемся время. Каждый старается решить свою личную конкретную проблему. В общем, эта лекция не для этого. Итак, на самом деле, осталось сказать не так много. Единственное, мы с вами обратимся к изменениям, касающимся случаев предоставления деклараций в объектах недвижимого имущества. Как вы знаете, сегодня у нас декларация в объекте не предоставляется, а предоставляется технически план на объект недвижимости. Больше декларации у нас не оформляются. Раньше как было? Раньше декларация являлась документом, необходимым для изготовления технического плана. Но именно она предоставлялась в Росреестр. Сегодня мы работаем непосредственно с техническим планом. Более того, технический план, он содержится в электронном виде в Росреестре. И принципиально, если он не предоставлен, но имеется в сведениях, то есть был составлен кадастровым инженером, то Росреестр осуществляет государственную регистрацию, как будто бы он есть. Потому что мы не можем говорить, что часть сведений, которые у нас есть, что нам они не предоставлены. Хотя закон прямо требует приложения технического плана. То есть формально мы можем отказать. Но пока такого решения не принималось. Я бы еще раз хотела обратить внимание на ранее возникшие права, потому что имеются судебные споры, связанные с тем, что есть случаи, когда сведения государственного ГБР, сведения ПИБов, БТИ, они перегружались в данные Единого государственного реестра права, то есть в автоматическом режиме. Вот как происходила в свое время гармонизация ЕГРП и государственного кадастров недвижимости. Также вот сведения к нам в базу попадали от этих государственных органов. Тогда при получении выписки на объект сегодня вы увидите, зарегистрировано право на основании договора о приватизации 1991 года и дата внесения записи вы увидите старую дату. То есть до 31 января 1998, по-моему, да, я называла? Да, 31 января 1998. Так вот, такая запись, она имеет такой статус. Большим вопросом. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас на руках выписка из государственного реестра недвижимости, который является доказательством существования права единственным. С другой стороны, ранее возникшие права регистрировались и регистрируются только по заявлению лица, обратившегося за регистрацией. Как вы понимаете, вот в описанном мной случае никто за государственной регистрацией ранее возникшего права не обращался. То есть, если вы видите такое, то необходимо все равно подать заявление о регистрации ранее возникшего права, несмотря на то, что у вас на руках такая выписка. Почему? Потому что, когда происходит сделка с подобным объектом, даже не так, не сделка, а лицо получает эту выписку, приходит в Росреестр и говорит, у вас тут техническая ошибка. Ну, например, там доля указана неправильно. Вот, на самом деле, вот распределение долей было такое. А Росреестр отказывает в исправлении этой ошибки, потому что у него вообще, он как бы считает, что записи нет. Понимаете? Записи нет. И когда сделка, купли-продажи осуществляется с таким объектом, нужно проследить, чтобы продавец подал это заявление на регистрацию ранее возникшего, потому что если этого заявления не будет, то это основание для пристановления, а потом для отказа в регистрации сделки, понимаете, да, для вашей уже сделки по приобретению. Поэтому есть вот такое. Сейчас такой практики нет. Это как бы старые объекты. Сейчас ничего там в автоматическом режиме не перезаливается, вот из баз в базу. Но что имело место, то имело место. И сейчас мы это выявляем только в ручном режиме и не выдаем как сведения имеющиеся в реестре. Понятно? Я думаю. Если вы получаете из ЕГРН выписку о том, что право зарегистрировано на основании какого-то старого договора, нужно посмотреть дату регистрации. То есть если дата регистрации стоит до 31 января 1998-го, то нужно, несмотря на эту запись, подать заявление на регистрацию ранее возникшего права. Потому что если запись до внесена, до 31 января, то ее как бы и нет как ранее возникшего, понимаете? Нет, если сведения об ВИКе нет, то их и нет, и все. Нет и нет. Нет, так их не бывает. Это там что-то. Извин experienки. Да. Более того, тогда пошлина не уплачивается. Если у вас подъёте заявление о регистрации ранее возникшего права одновременно с заявлением о регистрации перехода права или обременение права вот этого, то пошлина уплачивается одна, либо за регистрацию обременения, либо за регистрацию перехода права вот этого уже нового. А это как бы осуществляется просто в рамках. Понятно? Так, это что касается ранее возникших прав. Так, если у вас есть вопросы по кадастру, да, девушка обращалась по выпискам из, выписках о правах и что-то там, какие-то проблемы с ними, то вы жалобы пишете на федеральную кадастровую палату все-таки. То есть Росреестры, мы как бы на них воздействия никакого не имеем. Вы можете писать в региональную, можете писать в федеральную, в Москву, но не в Росреестр. То есть это большой поток идет этих жалоб, которые не имеют там никакого отношения, мы их там перенаправляем, в общем, бумагу переводим все вместе. Поэтому обратите внимание, что если имеете дело с федеральной кадастровой палатой, то вы имеете дело с палатой, не с Росреестром. О выписке о правах на недвижимое имущество в том числе. Ну и у вас есть возможность обратиться в федеральную кадастровую палату, спросить их в связи с чем и приложить первую выписку, и вы получите нормальную выписку. Я не знаю, что происходит в федеральной кадастровой палате. В Реестре зарегистрировано то, что у вас в выписке, видимо, 2016 года. Выписку 2016 года кто давал? Наверное, Росреестр. Вот, поэтому верьте ей. Верьте Росреестру. Так, поступают жалобы почему-то по закону о защите прав потребителей тоже. Хотя, конечно, в общем, это что-то новое. Причем это закон о защите прав потребителей? Не знаю, но нам пишут и пишут, что мы обижаем потребителей кругом. Ну, это уж совсем. Вот, бывает. Так, значит, еще по регулированию. Что вас может интересовать? Так. Значит, по запросам еще, вот запросы судов и других органов Росреестр сегодня предусмотрены только в электронной форме поступления по новому закону. И мы их в электронной форме и им должны отвечать. Но мы пока не освоили электронный документ оборот. Отвечаем. Предоставляя документы. Так. Так. Статья 53 нового закона предусматривает, что по любым изменениям предмета ипотеки Росреестр направляет уведомления залогодержателю. Раньше такого не было. То есть сегодня даже в случае изменения там площади, каких-то кадастровых сведений, еще что-то, мы направляем уведомления. Так. Еще, значит, такой вопрос отмечу. поступают зачастую сделки отступной, как вы знаете, очень распространенная сделка в отношении заложенного имущества. Что по этой сделке? Участились случаи, когда заемщик не является залогодателем, то есть залогодателем является третье лицо. И тем не менее заемщик, кредитор и залогодатель хотят прекратить обязательства по предоставлению денежных средств путем предоставления заложенного имущества по отступному. Так вот, в этом случае, как вы понимаете, сделка об отступном, помимо того, что должна быть подписана тремя сторонами, из нее должно следовать, что имел место перевод долга, правильно, на залогодателя. Тогда у нас по положениям гражданского кодекса будет прекращаться обязательство между сторонами путем предоставления отступного. По реорганизации юридических лиц, я на самом деле думаю, что уже это устаканилось, в принципе все знают о том, что пошлина за государственную регистрацию изменения организационно-правовой формы в случае, когда не имело места преобразования, имело место изменения в связи с изменением положения гражданского кодекса, не уплачивается. Потому что этот вопрос очень занимал всех в Росреестре, но вроде бы у заявителей все определилось, и у Росреестра то это. На самом деле у меня все, и в принципе я готова ответить на вопросы. Ага, вот есть вопросы. Если я что-то вспомню, я еще расскажу. Итак, квартира в многоэтажном жилом доме, построенном по 214 ФСЗ. Акт прямой передачи подписан, но дом не поставлен на кадастровый учет до сих пор. До 2017 в данной ситуации можно было обратиться в кадастровую палату, далее в Росреестре зарегистрировать право, как быть сейчас. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в августе 2016 года. Ну, сегодня у нас, да, кадастровый учет дома обращается застройщик. Ах, в данной ситуации... Кадастровую палату дали в Росреестр. А в кадастровую палату-то обращались за кадастровым учетом квартиры или дома? Квартиры. Квартиры, вот-вот. Ну, тогда ситуация сегодня осталась прежней. Обращайтесь за кадастром квартиры. Ну, как вам сказать, возможно-невозможно? Я думаю, попробовать стоит. По новому закону нет. По новому закону не написано, что невозможно, а просто написано, что застройщик обращается за государственный регистр... за поставку кадастрового учет дома и всех жилых и нежилых помещений днем. Ну, в этой истории, я думаю, что стоит попробовать. В любом случае, это нужно сделать для того, чтобы выходить в суд. Ведь застройщик может так и не обратиться. Правильно? Тогда нужно будет ставить же объекты на кадастровый учет. Вы будете делать это через суд. До 1 января 2017 года правообладатель получал выписку из реестра в сентябре, если права были зарегистрированы. Ибо права были в марте 2017 года. Для подготовки договора получил выписку в Варфе. Сведения отсутствуют. Действия собственников сейчас подано заявление с копией старых свидетельств и выписки. Ну, все правильно подано. Я думаю, что это какая-то ошибка. Я так понимаю, что это там вопрос был, да, озвучен уже. Возможно ли при подаче документов на регистрацию в электронном виде через нотариуса одновременно зарегистрировать ранее возникшее право собственности? Требуется ли оплата пошлины за регистрацию ранее возникшего права? Значит, подать можно, не требуется, если одновременно происходит регистрация сделки или перехода права в отношении этого права. Я это уже отвечала. Планируется ли возможность подачи нотариуса в электронном виде на регистрацию права собственности по договору при продаже с использованием кредитных средств при наличии закладной? Планируется ли возможность подачи нотариуса в электронном виде на государство регистрацию права собственности? А что, подача чего? Чей вопрос? Подавать заявление, если в отношении объекта выдается закладная? Ну, может быть, нотариусы не хотят просто заполнять закладную? Попробуйте. Я не могу сказать, наверное, возможно, может, невозможно. Это к нотариусам вопрос, не к нам. Планируется ли возможность регистрации в электронном виде через нотариуса сделок с участием иностранных граждан в качестве покупателей при отсутствии СНИЛС? Если это технически пройдет, то это возможно. Если это технически невозможно, нотариусу просто не дадут нажать кнопку «Отправить». Понимаете? Если я не заполнила графа, вот и все. Если в выписке из ИГРН нет сведений о его применении на квартиру, находящуюся в доме-памятнике, а в правоустанавливающейся, так, надо ли делать соответствующую ссылку в договоре о соблюдении требований к содержанию объекта? Непременно надо. Лишним не будет. Это на самом деле такой вопрос, связанный с охраной объектов культурного наследия. Часто бывает ситуация, когда в правоустанавливающих документах есть, что это объект, а в ИГРН нет. А бывает, что в ИГРН есть, а в правоустанавливающих документах нет вот этого сведения. Поэтому, если у вас сведения о проустанавливающих документах есть, или вам откуда-то это известно, что это является объектом, если вы укажете это в договоре, то вам не откажут в регистрации, потому что это не объект, а у вас указаны обязательства по охране. Это 100%. А вот наоборот, запросто. Двоим наследникам выдано свидетельство о праве на наследство по одной второй доле земельного участка каждому. Садовый дом не был оформлен преджизненным создателем. Садовый дом расположен, который был построен в период брака, поэтому в судебном порядке признается право на супружью долю. Так, дом не прошел кадастровый учет, адрес присвоен, есть технический паспорт. В Киеве предложили не оформлять кадастровый паспорт до вынесения решения суда о возбуждении дополнительных затрат. Будет ли зарегистрировано право на дом, исполнено ли решение суда, если отсутствует кадастровый номер объекта на дату вынесения решения суда? Если идентифицировать объект будет возможно, то будет. Вообще, я думаю, вам понадобится обратиться за разъяснением судебного решения в этой ситуации. То есть у вас в судебном решении будет признать право собственности на одну четвертую долю в объекте, расположенном по адресу такому-то жилой дом. Потом вы изготовите технический паспорт, поставите на кадастровый учет и разъясните решение суда, где будет указано, что кадастровый номер такой-то. Другой вопрос по одновременности государственной регистрации. Ну, здесь, по-моему, не требуется, потому что право на земле было зарегистрировано. Разъяснить все равно придется. Я так подозреваю. Ну, если там все-таки не знаю, что он там должен указать, чтобы было понятнее без кадастрового номера. Многотетная семья использовала сенсор материнского капитала в погашении основного долга по кредитному договору с ипотекой. Договор еще действует, долг полностью не погашен. Родители своим нотариальным соглашением перераспределяют доли в праве общедалевой собственности на квартиру с учетом интересов детей. Было на момент обременения по одной-второй на каждого супруга. Теперь по 2,49 на каждого ребенка и по 20,49 у одного супруга, 21 у другого. Росрегисты приостановили госрегистрацию до предоставления согласия банка-залогодержателя. Правомерно ли это, если в Верховном суде своим обзором высказался, что наличие обременения в виде ипотеки на приобретенный на счет средств материнского капитала объекта не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований супругов о разделе имущества с определением долей до детей в праве собственности на это имущество? Банк согласия не дает. Что делать? Ну, здесь у нас с вами стык двух требований закона. Один из них это обязанность родителей оформить доли на детей по материнскому капиталу, а другая это, как я читала, согласие залогодержателя. Я думаю, что надо через суд обязывать банк дать согласие. Потому что Росреестр в этом смысле сложно сдвинуть с места, потому что нарушаются права залогодержателя. Хотя формально для меня это выглядит так, что в любом случае залог у банка как был, так и будет. Ну, несовершеннолетние дети, несовершеннолетние дети, все равно ипотека реализуется. Да, конечно. Попробуйте, потому что вот этот стык, то, что было, и то, что стало, в принципе, все решается в пользу заявителя. То есть, если вы сейчас подойдите на счастье, я думаю, вам примет решение о продлении, потому что по вашему заявлению мы готовы делать почти все, что хочет. Банк, надо оспаривать отказ банка, говорить, что он препятствует. Я бы обратилась в суд на вашем месте. А вот, на самом деле, они внушают закон, они внушают от дающиков письмо, подписанные о том, что они отбудутся в течение, там, какого-то времени, с момента полная готовность к передуманной работе, и обороны, эти вот доли, но, в основном, это уже похоже. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. А спаривайте это условие. Если это условие в договоре, то спаривайте его как несоответствующий закон. Ну, не важно, что это, а спаривайте все вместе. Конечно. А признание действительно в это договор, и просто видите, здесь как написано... Можно не всего договора, а вот этого. Ну, вот этого, да, условия. Неважно, неважно в каком виде, в уведомительном порядке, как подписано, ну, вот прямо это условие, и оспаривайте. Написано, что Верховный суд сказал, что не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований супругов. Речь идет именно про судебное разбирательство. Это не про Росреестр, и нам сложно такое использовать. Так и есть. Подтверждаю, что есть, что есть. Еще хотела рассказать вам о изменениях, которые были внесены ранее. Это в земельный кодекс. Потому что тоже сталкиваемся. Появилась такая возможность. Есть перечень объектов, размещение которых может осуществляться на земных или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления этих участков или установления сервитутов. Есть перечень этих объектов появился. Это у нас постановление правительства от 3 декабря 2014 номер 1300. Обратите внимание, потому что формально для регистрации прав на эти объекты, а некоторые из них являются недвижимым имуществом, может быть даже все. Ну нет, не все. Не нужно права на земельный участок при возведении. В том числе подземные линейные сооружения, а также их наземные части сооружения, технологически необходимые для их использования, если на них не требуется разрешение на строительство. Ну и всякие водоводы, водопроводы, всех видов и так далее, линейные канализации. Ну по линейным объектам вообще в этом смысле, конечно, глоток воздуха для всех, кто с ними работает. Так, еще, может какие-то вопросы есть? Ну вот теперь можем еще вопросы. По отступному, как получить согласие со собственником, если вы передаете долю? А там разве требуется? Там при отчуждении, по возмездной сделке. Ну может быть купить за деньги, если это считать, что это купля-продажа примерно, как по аналогии смены, то в общем порядке. Я, честно говоря, ну тут вопрос, будет ли эта сделка рассматриваться как требующая согласия? Будет ли эта сделка рассматриваться как сделка, требующая согласия по 250? Вы мое мнение спрашиваете? 250-ю статью кто-нибудь может поцитировать? Гражданского кодекса. Там что-то про возмездную сделку есть. Ну, да. Вопрос по один части международных помещений. Что нового? Нового ничего, как и уже с 2000, с июля 2014, по-моему. Могу врать, может быть, с июля 2015. При аренде части помещений необходимо часть поставить на государственный кадастровый учет. Да. Ставят и без проблем, и это требование. Без этого не будет зарегистрирована аренда сегодня. Мы не будем, если увидим. Если вы говорите о заявлении правообладателя о запрете регистрации без личного участия, все тут юристы и понимают, что вообще, на мой взгляд, эта норма, она про случай, когда мошеннические действия совершаются в отношении правообладателя. То есть он, в принципе, доверенность я не давала. Ну, то есть я вот опасаюсь, никому доверенности и так не даю, но думаю, схожу, кто-нибудь сделает вдруг из меня и поставлю контроль такой. А когда я доверенность дала, есть процедура отзыва доверенности. Ее надо отзывать. Но если такое заявление будет подано, даже при выданной доверенности, если мы его обнаружим, конечно, мы не будем регистрировать. Мы должны его обнаружить, но никто не застрахован. А вы сами говорите, которые не относятся, вы не проверяете фактах выдачи? Регистраторы по-разному действуют. Я думаю, что большинство проверяет, потому что они опасаются. Опасаются. Еще раз. Вы сказали, что если решение на смене права, конечно, да, 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 они нам направляют, да, они направляют нам, да, 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 да. А вы только на адресе уведомляете, который где он будет? У нас есть же правообладатель, адрес его есть в базе. А если бы он был в 3-2 в базе? Да, все равно где. Адрес есть, будем уведомлять, хоть где он будет. Что по доверенности, еще раз? По доверенности, если, наверное, спело говоря, все доверенности материально давали, но только... Да, конечно, они и раньше материально давали. Да, так он и в электронном реестре есть. Конечно. Да, да, так это и раньше, по-моему, было только материально. Это как? Ну, не знаю, сделка, которая свершена в форме, изменение сделки в этой же форме, поэтому я не соглашусь с вами. Вопрос-то в том, регистратор заглянет в Азербайджи или не заглянет. Да. Вот и все. Ну вот, кто как. Вопрос-то в том, как и все. В основном, мы говорим, что приглашение в процессе инвесторий, возможно, частейшего уровня, единодорожного решения, или попричай, мы будем проходить в процессе, раздел, и кадастровый учет уже будет решение. Мы ставим частью Живого Дома, например, и ставим правую часть Живого Дома, с набором получения, после сыпи, только после. Потому что нам всегда кадастровый, я думаю, он будет писать на эти соглашения наши, и на наших технических планах делать участие в время остановки оправданных, что вы не как один, хотя это делает кадастровый инженер, он делает такой технический план, тем не менее, я отношусь на все регистрации частей, и приходится все-таки в процессу, понимаете, начать экспертизу. Что они устанавливают в рамках экспертизы? Они устанавливают факт того, что объект является самостоятельным, вход, выход, еще там что-то, это устанавливают? Я думаю, что если у них в техническом плане видно, что вот есть отдельный вход, есть вот отдельный вход, и они это разделили на два помещения, то ставят как квартиры без проблем. Ну, там что за документы надо смотреть? Каждый раз разное, знаете? Все-таки, мне кажется, может, грамотно, когда строишься. Ой, когда строишься. Это все, наверное, не стекла, не части, что... Это не значительно, а двух потерьных, понимаете, да? То есть разберем вообще себя, уникансы, и по чуть-чуть, и это не поставят как два объекта, и они не понимают. Вот, кстати, в связи с этим у меня в голове сидит вопрос после лекции Дарьи Дмитрова. Я предварительно договорилась с ней с очень хорошим специалистом по кадастровому учету. Нужно эту лекцию? Нужно. Но это 4-й, 5-й, 28-й апреля. Хорошо. Значит, если не то, я договорюсь. Спасибо. 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 Все через суд иногда перераспределяют и признают права, если устанавливают фактическое пользование определенной площади. Суд признает все, что могу сказать. Суд признает все, что они не хотят. Конечно. Я вообще не хочу строить, у меня больше нет. Если будет поздно найти документы на администрацию права в коридоре, то это не общее имущество, да? Потому что есть дело, попасть в там, будет зависеть от коридора, или это внутреннее нарушение законного права в коридоре. Это общее имущество? А не специально немецкие? Это немецкие чины. Как поступать к кому? Собственникам помещения или собственнику коридора? Ему нужно подать заявление о регистрации перехода права в пользу со собственника в помещении, если коридор стоит на кадастровом учете. Сегодня запрещено ставить на кадастровый учет места общего пользования. А раньше, да, бывало такое, и лестничные клетки ставили, и что только не ставили. Поэтому, если он добросовестный и просто не хочет платить налог, то ему нужно подать заявление о регистрации перехода, а им регистрации права на общее имущество, соразмерно площади принадлежащих помещений, без определения доли, налог на него не будет уплачивать как на общее имущество, потому что по нежилым зданиям, которые разделены на помещения уже давно, суды применяют по аналогии положения жилищного кодекса о том, что все равно в нежилых зданиях есть общее имущество, и распространяются на него все те же требования, и земельный участок под нежилыми зданиями находится в собственности, и в ипотеку нужно эту долю отдавать в земельном участке, если она зарегистрирована, и так далее. Если на него уже зарегистрирована сейчас собственность, думаю, что нет, потому что есть запись, конечно, ну как бы запись есть, можешь попробовать через техническую ошибку, что он на самом-то деле не собственность хотел свою, а собственность в смысле общее имущество, тогда, я думаю, да, попробовать надо. Нет, ну это исключено, а не им. Нет. По поводу, кстати, я обещала сказать где-то, у меня было по поводу вопросов, которые возникают. А, вот, значит, да, сейчас вдруг кто уйдет, по номеру 8-800-100-34-34 можно записаться на прием к начальникам отдела. То есть если у вас объект в каком-то районе, то вы записываетесь на прием к начальнику отдела, и можете что-то выяснить или что-то понять для себя, или может быть какую-то позицию свою правовую принести. 8-800-100-34-34. Это запись на прием? Да. А у меня там справа, что это за настройка, отвечает. Ну там же можно записаться на прием. Это справа, что Россия, у вас есть и ели приезд по России? Ну по России, да. А у вас есть какие-то приемы, и у меня есть? И если вы запишетесь на прием и придете, то для ускорения и для получения ответа вам лучше взять, например, документы какие-то. И, конечно, вопросы, например, вот, ведет прием начальник правового отдела, они должны касаться только документов, поданных на государственную регистрацию. То есть вот таких абстрактных консультаций, конечно, как государственные служащие и Росвезды, никто не дает. Так, регистрация аренды части здания, части помещений. Требует ли кадастрового учета именно данной части как объекта? Мне кажется, я ответила на вопрос, да, требует. А почему вы какие-то... Если вы регистрировали на данном помещении, и когда вы его учете, то все равно нужно еще выделить это. Да, непременно, если вы хотите сдать в аренду часть помещения, а не все помещение. А если бизнес-эффер, в начале, когда вы начали помещение, а потом, когда вы, когда вы получаете, вы получаете, ставите, а в раз, новые части, а в раз, новые части, а в раз, новые, потому что он уже меняется. Да, вы должны стоять каждую часть на кадастровую учету. Да. Что? Они не регистрируются с ними, что хотите, то и делайте. Конечно. К ним нет таких требований. Скажите, то, что вы сказали про части жилых помещений, а части земельных участков подносит, покажется. А что я сказала про части жилых помещений? Переставьте, как же проект, переставьте, как же часть. Да, непременно. Земельные участки, чтобы участки, но вы ставите, а в раз, новые, что он стоит, поверьте. Угу, непременно. Неужто вопросы есть. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 Спасибо. . 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 , . 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 Закон о регистрации содержал такое положение, что в случае незаконных действий можно взыскать компенсацию. И вот 218 закон, он тоже предусматривает это. Правда указано, что вступает в силу с 1 января 2020 года. И звучит это так, что компенсация за жилое помещение, единственная пригодная для постоянного проживания, может быть выплачена однократно собственнику, который по независимым от него причинам не вправе истребовать его от добросовестного приобретателя, а также добросовестному приобретателю, от которого оно было истребовано. . . . Условием выплаты является невозможность получить от третьих лиц возмещение, установленное вступившим в законную силу решением суда по причине прекращения взыскания по исполнительному документу, например, в связи с внесением записи об исключении должника из единого государственного регистра юридических лиц. Взыскивают с Минфина, ну с казны. Может быть вам будет это интересно, но такая информация, она достоверная, естественно, но она висит под вопросом, что будет дальше неизвестно. Я вам рассказывал Бурина, он вам рассказывал об изменении с 15 марта в год, кстати, о гражданском кодексе в прошлом году, об ограниченной дееспособности. Вот помните, я вам рассказывал, что добавил конкуренцию, послали большую певистую депутатную прокуратуру, верховный суд, управление юстицией в Москву, во всем инстанциях. Совершенно бредовая идея. Но вот на сегодняшний день это не применяется. Ну просто молчаевое такое согласие в судебном сообществе. Не применяйся. Где, когда, кто это пробьет и как пробьет. И нужно ли это пробивать, или это вообще в голове просветлеет и отменяется, не знаю. Ну, про ограниченные дееспособности еще все помалкивают. А в суде жутко ругаются, если дадим такой вопрос. Не признают ограниченные дееспособности. Даже если эксперты в этот раз. Нет, совершенно понятно, потому что идея там совершенно абсурдная. Нет таких методик, нет таких правил. Вот к тому, что Дарья Николаевна рассказала. Попробуйте себе представить. Вспомните формулировочек закона. Сделка может быть признана судом законной, действительной. Даже если на момент ее совершения, ограниченный дееспособным, никто ничего не разъяснил. Это так, понимаете? А что тогда вообще он на дворе? И когда он это объяснил? Вот это все загадает в такой тупик, что или нет? Да. 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 Если вы представите решение суда, то на основании вашего заявления тоже будет внесена запись. Но если суд... Нет. Понимаете, то, что они направляют, это направляют. Налоговая тоже вот обязана нас уведомлять о смене. И толку от этого. То есть это не запрещает заявителям самим обратиться. Да. Когда как. Есть судьи продвинутые, кто освоил электронный документооборот и уже направляют запрос в электронной форме. Да. Ну не почтой России, а связью своей, да. Ну как-то да. Есть уже такие случаи, на самом деле, когда документы отправлялись. Вот, зато все для заявителей, на самом деле. Все для граждан. А вы думали? Если ООО дарит физлицу? Ну... Ну, конечно, с налоговыми так-то дело. Ну, у нас, конечно, не понравится эта сделка. Непременно возникнут ей вопрос, и она будет прислана для дачи правового заключения по ней. Но я вот могу сказать, что, на мой взгляд, нет препятствий, если это дарение физическому лицу. Ну, основная цель у нее – извлечение прибыли. Ну, мало ли. Ну, подарила. Нет, налоговая, конечно, мечтает привлечь нас к действию взыскания налогов, но пока мы сопротивляемся. Возобновил ли? Возобновит. Люди трудятся. Люди трудятся. Да, ну, то есть я не могу прокомментировать, когда это будет, как быстро. Я только тоже знаю, как и вы, по значку, что они работают. Так. Ну, я не знаю, еще, может быть, какие-то вопросы есть. У меня, собственно говоря, все. Вопросы есть? Ну, я не знаю, еще поделиться. Вопросы есть? Вопросы есть? Вопросы есть? Вопросы нет? Вопросы нет? Вопросы нет? Вопросы нет из-за два каких-то варианта? Вопросы нет? Ну, вообще, наличие спора, оно не является препятствием государственной регистрации. Ну, практика такая, что, конечно, не регистрируют. Ну, как они зарегистрируют, когда два лица, вот только вчера, вот он был вообще сам в суде и видел, как они спорили между собой, как он зарегистрирует отчуждение. У кого рука поднимется? Не будут, я думаю, что никто не возьмет на себя ответственность такую. И ни один суд такой отказ, я думаю, тоже у него будут вопросы по признанию его незаконными. Ну, вы знаете, может быть, и зарегистрируют, надо только понимать, что в выписке на объекты, там же выдается тоже отметка, что права спариваются в судебном порядке. Если покупатель купит с такой выпиской, ну, это его проблема. То есть, можно, как бы, когда такой вопрос поступает на правовое заключение, мы даем заключение регистрировать. Но вы же понимаете объем процента в принципе регистрационных действий и тех, по которым запрашиваются правовые заключения. И там, где мы даем, там регистрируют. А что делают все остальные, вот в основном опасаются. Еще раз вопрос, не поняла. Что, смотрите, решение суда, не вступившее в силу? Ну, что вам сказать? Если в материалах дела имеется решение суда признать право на имущество Ромашки за Петровым, и Ромашка приходит и продает объект, да, и решение суда не вступило в силу, мы не будем регистрировать. Мы запросим, что с этим решением суда. Может, оно оспорено и отказано, либо оно вступило в силу. Тогда мы, кстати, регистрируем без всяких заявлений. Мы не дадим продать такой объект. Никто это не сделает. Ну, ладно. Большое спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо. Нам нужно так приходить, получается, одновременно ставить их на кадастровую учет и одновременно заверить деньги. Спасибо. 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 Спасибо.